В 2017-м в суды Кубани поступили почти 20 тысяч уголовных дел и больше 150 тысяч гражданских. Это практически столько же, сколько и в предыдущие годы. Особое внимание на совещание уделили борьбе с самовольным строительством. Количество судебных решений в пользу застройщиков о признании права собственности кратно снизилось. Количество дел названной категории возросло с 1881 дела до 2552 дел. В целом суды Края не допускают ошибок при рассмотрении дел указанной категории, принимая решение о сносе построек, установив, что объекты возведены с грубым нарушением требований, установленных генеральным планом, правилами землепользования и застройки, проектами, планировок территории и другими нарушениями. Свои решения суды основывают на выводах, проведенных по делам судебных строительно-технических и землеустроительных экспертиз. Сегодня все вместе мы с этими самостроями боремся. Тем не менее, в прошлом году узаконены через суд многоквартирных домов. В Крае всего 40, а в Сочи – 35. Это значит, если мы не сможем отменить эти судебные решения, это пока про первые инстанции, значит, власть должна будет и обязана подвести коммунальные сети, даже если и близко они там не планировались, и обеспечить все необходимые инфраструктуры. Сегодня ваше решение, само решение, его можно отменить даже в установленном законном порядке через определенное время. Месяц, два, три. А вот правые последствия, которые решение может уже создать, порой отменить невозможно даже годами. Особую значимость сегодня приобретают и коррупционные дела. За превышение должностных полномочий, получение и дачу взяток были осуждены более 280 человек.